всем привет мои хорошие начинаю новый влог у нас сегодня с утра доставка из пятерочки вчера не все купили в глобусе вот и на улицу уже выходить сегодня опять все это тащить одно я не стала и потом еще не совсем выздоровели поэтому заказала с утра прям доставку из пятерочки что у нас тут сегодня молочко мое любимое вообще очень вкусный молоко так огурцы это просто соленые хочу рассольник сварить так здесь у нас помидоры чесночок лучок конечно вообще конечно не айс ну ладно ладно что делать когда заказываешь зато морковка нормальная до морковка хорошая и еще я заказала капусту хочу этот голубцы сделать фарш купила же вот и очень захотелось голубцов небольшой вилочек маленький голубички будут так здесь у нас сыр вчера делала дианочка греческий салат очень вкусно остались ингредиенты только сыра не хватает вот этот сыр еще сегодня кто что делаем доделаем доделаем сделаем так и вот такие сырки захотелось там три штучки сметанка такие макароны капеллини тонкие для есения такие любят но они на самом деле вкусные еще одну пачку гречки вчера за взяла в глобусе мы гречку едим и синие мест поэтому это черную пачку сказала точно такую же по акции были оливки взяла мы тоже любим оливки пусть лежат небольшую вот баночку томатной пасты семечки конечно же мы любим вечерком с дианочкой погрызть так масло сливочное тоже хороший кстати масло и тертый сыр это положу морозилку меня там уже лежат замороженные нарезанные колбаски и сосиски которые остаются по одной-две штучки уже целые куча там накопилось вот думаю пиццу может быть спеку нельзя когда на днях вот и думаю пусть будет в запасах потому что вот так вот решу испечь пиццу а сыра нет вот вот и все такой заказе а у нас сегодня уборка вот так вот выглядит до сереж сегодня работе мы с дианочкой чувствуем себя более-менее получше вот решили прибраться сейчас буду менять постель вот дианочка тут уже все подняла пыль прочерла умничка вот сейчас еще значит поменяю постель стульчики здесь подниму стирается уже у меня тут белье плед повесила не пледа покрывала с кровати вот и сейчас буду менять постель сегодня наш уборочный день потом пойду готовить я уже начала ванну туалетом вот дианочка не помогает вот сегодня так что я не одна что-то никак коврик вот скользит туда-сюда так вот порядок мы навели с дианочкой прибрались я кстати вот этот пуфик убрала туда потому что остаются на коврике следы от ножек пуфика этого вот и мне жалко пока туда убрала вот дианочка тут тоже тоже так это у меня висит покрывала сюда пока повесил на дверь потому что у меня тут уже 3 стирка загрузила уже третью стирку постельное белье стирается и тут постирали игрушки большие вот третий раз уже машинку запускаю сейчас повешу сюда поэтому покрывала пока убрала и что что дальше дальше у него здесь надо разобрать еще тут брать шкафчик разложить все вот и и буду заварить капусту на голубцы вот так вот и покушу наверно а то кушать хочется немножечко сейчас вам новости расскажу наши сегодня у нас у сына присяга а мы вот здесь хотелось бы конечно быть рядом с ним ну что поделать карантин у них да и мы приболели ну даже если бы у них была открытая присяга хотя бы кто-то серёжа бы сыном поехали бы два серёжа вот все равно бы кто-то поехал сейчас пока ждем хотя бы видео и фото с присяги хочется все-таки конечно посмотреть дианочка состоит а в части воинской части вот где сын служит и вот туда кидают все объявления все фотографии какие делают вот на крещение там тоже были фотографии с нового года ну естественно там очень много народу и очень мелкие фотографии мы даже не нашли своего никиту не на одной фотографии а нет на 1 на 1 и увидели это было еще осенью они ходили в музей вот там хотя бы там мы увидели на одной фотографии а так вот нет и хотел бы конечно чтобы какие-то индивидуальные фотографии то есть ну вот каждого солдата бы сфотографировали на присяге и выложили ну не знаю не знаю ждем ждем отчет обещали отчет а пока не знаю нам конечно грустно от того что мы не поехали ну ничего не поделаешь мы ничего не можем исправить и сделать вот будем надеяться что когда закончится карантин мы все-таки поедем хоть раз потому что в марте у них уже будет распределение и вот проект другую часть я вначале самом говорила когда он только ушел в армию что он попал в учебную части и это учебная на четыре месяца четыре с половиной месяца вот они учебки и потом их распределяют другие части то есть в марте уже у них будет распределение по разным частям в разные уголки россии не знаю куда попадем мы вот вот такие дела и что что еще мы потихонечку выздоравливаем с дианочкой вот видите даже смогли прибраться но есть грустная новость про папу в каком плане грустно и операция у него прошла все хорошо он уже начал разрабатывать ногу его уже хотели выписывать но перед выпиской делают узи и вен внешних конечностей и у него обнаружили дом обнаружили тромб и его срочно перевезли в другую больницу который специализируется вот уже на этом и начали интенсивное лечение потому что как вы знаете это очень опасно тромб может оторваться в любую минуту и сами знаете что не буду даже говорить вслух не хочу вот в общем мы перевезли и сказали две недели будут стараться растворить этот ну как правильно назвать ну пусть будет так растворить этот тромб не растворить наверное сейчас просто не могу вспомнить слово правильное вот там потому что переживаю естественно я я вот например за операцию так не переживала переживала тоже но не так сильно я почему-то была уверена что все будет хорошо а вот из-за этой новости я прям вообще расстроилась конечно очень сильно расстроилась потому что знаем столько случаев ладно все спокойно все будет хорошо все будет хорошо папочки здоровья и скорейшего выздоровления чтобы тромб этот растворился и ушел навсегда вот так что вот такие вот новости про папу так то вот он звонит вроде бы настроение его нормальное но вот из-за тромба конечно тоже испугался расстроился хотел уже домой приехать вот потому что с чем с тем мужчиной с которым они лежали ему в один день делали операцию вот его уже выписали вчера вчера выписали и даже после вчера до 5 в четверг его выписали уже в четверг выписали тоже сделали узи этому мужчине другому и у него все нормально а папе сделали узи перед выпиской и вот такая такое обнаружилось неожиданно вот такие дела ну будем надеяться и держать за папулю кулачки а сейчас поем и буду готовить голубцы хочу сделать если успею супчик сварить в общем что-то надо приготовить всем кому интересно и хорошие оставайтесь со мной хорошего дня так вот телефон на зарядке заряжается вот переложу рис гречка будет осталось все по чуть-чуть и овсянка вот сейчас все переложу риса пока одну только гречки 2 сюда у меня по моему две помещается для пачки должно было помещаться насколько я помню теперь сейчас вот сюда все пересыплю так у меня короче получилось не помещается два полтора наверно потому что вот чуть-чуть только еще осталось значит полторы пачки скорее всего не стала я уже спать пусть пока так одна лежит так капуста у меня вот отварилась я фарш уже значит перемешала с рисом соль перец лук это у меня морковка с луком нарезала буду перекладывать ряды с голубцами вот и немножечко вот здесь сейчас жесткое такое место не не совсем отварилось хорошо вот и я его немножко открываю чтобы хорошо было закручивать и в общем сейчас буду делать тарелочку уже приготовила буду делать складывать в общем в процессе вот накрутила теперь буду укладывать в мультиварку я в мультиварке делаю иногда я поджариваю перед тем как заложить мультиварку иногда я прям так сразу не поджаренные кладу чтобы более диетические получились и морковку с луками тоже не поджаривают так более опять же скажу диетически получается не хочется жирного сильно чтобы были жирные вот сейчас короче заложу буду перекладывать луком с морковкой вот этой вот соль перец и лавровый лист вот сделал заливку здесь у меня вот томатная паста сметанка я все размешала сейчас вылью конечно у меня не хватит этой заливки я просто добавлю воды вот вижу что мне там мало этой заливочки так что еще добавлю вот потому что она будет кипеть и подниматься все ставлю тушить тушение просто ставлю там по моим час час я поставлю час двадцать так кипит все кипит кипит еще 40 минут будет кипеть мы с дианочкой кушаем и смотрим четыре свадьбы комментируем сидим и хочу показать вам закат вот сейчас здесь не видно из другой комнаты покажу такой классный закат там красный красный смотрите какой красивый зарево прям интересный какой вот смотрите что у нас на улице все все тает дороги уже и сухие полностью и это там сухие дороги и тротуары почти все растаяло уже там как весна как будто бы март месяц самом деле вот так потому что мне как-то засвечено показывает на самом деле вот такой вот это здесь светло светлее на камеру светлее выглядит чем я вот вижу его более красным смотрите как поменялся вид за окном буквально сколько минут 10 прошло вообще а как лето так вот так быстро поменялся вид классно прям завораживает так готовы у нас как их называют голубцы сейчас будем кушать с дианочкой пробовать что у нас получилось тебе сколько дианочка пока один таблетки дианочка еще таблетки пьет говорит таблетки и так очень сразу в раз пьет 4 таблетки капсула да так сметанку давай так ну что попробуем а все фокус где фокус фокус ладно так дочь пробуй скажешь по мне так все вкусно кстати это там томатная паста немножко кислинку такую придала всем приятного аппетита глупцы поели очень вкусные ну вот сейчас надо помыть мультиварку посмотрите сколько тут всего жира и вот сзади меня стоит вот этот контейнер для сбора на тебе тоже весь жирный грязный туда накапала конденсат накипи говорю да конденсат короче вот сейчас буду мыть и вот это вот в чем проблема помыть мультиварку это то что нельзя вот хорошо здесь ну как бы вот снять все и отмыть вот эту то я сейчас сниму она снимается и вот легко ее помыть вот а вот здесь вот нужно конечно будет все это видите сколько всего чего тряпочка сейчас все как обычно и вот эта штучка тоже вот она снимает вот эту штучку тоже ее помою сейчас здесь все протру это у меня кофеварка сработала отключилась кофе пила ну я пила кофе кофеварка сейчас отключилась все сейчас помою вот эту мультиварку свою любимую помощницу так на мыло на мыло вот чашу на мыло так помещаем ее на место вот эту штучку на мыло пришлось мне немножечко азелитом и и потому что не оттирался подгоревший жирочек наверное я ее немножечко портила или нет нельзя конечно наверное здесь азелитом но никак не оттиралась просто мыло так вот и сюда вместо штучку это где пар выходит тоже помыла и вот это для комбината так через экран плохо видно все сейчас я оставлю так открытая да наверное азелитом нельзя буду что ли не значит так оставлю сейчас пусть подсыхает так а сейчас я значит супчик вот хочу сварить нарезала курицу но это конечно не все у меня на суп пойдет просто я ее разделила на кусочки картошку с морковкой с луком почистила и огуречки уже нарезала вот пока у это у меня тут стоит ждет своего часа своей очереди а здесь у меня сырнички жарится творожок давно лежит думаю надо нам что-то уже сделать то уже срок подходит вот и вот здесь чуть-чуть прям у меня с девочкой только покушать сереже на работе поэтому мы вдвоем будем обедать вот а потом буду суп варить вот сырнички нажарила я сейчас буду суп варить всем доброго утра мои хорошие мы едем за есенечкой садик ее повезем смотрите что у нас тут происходит после выходных куча 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 мусора при вообще и вот кололёд тоже такой тепло было плюс один плюс два и сейчас подморозила минус 6 и прям каток иду тихонько вот сейчас едем за есенечкой садик приехали уже сходила фикс прайс сейчас быстренько сбегала покажу что купила война будет наверное пакетик маленький сейчас наверное достану все и покажу а может нет будет так значит вот такие вот конфетки купила имбирь лимон это типа я не желение соком лимона искусство без искусства не знаю без искусственных красителей конечно с экстрактом имбиря очень кстати ничего вкусненькие вот зубную пасту и взяла вот эти штучки нам с дианочкой нравится маршмеллоу соленой карамелью молочном бельгийском шоколаде вкусненькие очень вкусненькие нам нравятся тем очки конечно так семечки и семечки и семечки взяла слайм розовый розовый слаймик не хочешь пожмотать открывай посмотрим что за мы тут с дианочкой так дальше влажную туалетную бумагу просто салфетки влажные огуречки вот эти корнишонечки маринованные в прошлый раз взяли попробовать очень даже пахнет вкусно пахнет ничего так нормальный хотя мне кажется он это пожиже должен быть или нет или когда да да есть жиденькие есть такие на посмотрим понравится не любит а пахнет приятного кстати да не шумка не противно вообще иногда прям пахнет химозно это нормально так вот к огурчики вот такие вот маленькие мы их брали уже нам очень понравились в принципе хорошие достойные огуречки так и и этот для туалета вот такой вот на 900 рублей и с чем-то даже почти тысячи короче не знаю что купила вот такие покупки мы сереже уже фаберлик собрались и сене с нами не захотела с дианочкой осталось да они сейчас сереже погуляли вот она гость я устала не поеду с вами мы только забрать заказ и все хочу от имени сереже передать большое большое спасибо все мои хорошие за поздравление все кто поздравил с днем рождения написали спасибо спасибо вот сереже стесняется немного я за него большое большое спасибо очень очень приятно мои хорошие было читать ваши поздравления всем спасибо мы уже дома привезли заказ соберлик забрали в общем я тут кучу кучу всего сниму наверное отдельно покажу что я заказал здесь в основном все акционные товары по акции которые по купончикам шли покажу потом на этом буду заканчивать слог мои хорошие до скорой встречи всем пока пока